Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 17.00 по GMT выступление голосующего члена Федрезерва Лоретте Мейстер, одного из самых авторитетных представителей американского регулятора. Но фишка в том, что ее позиция практически всегда совпадает с позицией Джерома Пау. Учитывая то, что ранее мы уже получили очевидный сигнал от главы американского регулятора, что жесткая монетарная политика в США продолжится, я допускаю, что повторение подобной риторики сегодня в лице Лоретте Мейстер может стать дополнительным попутным ветром для курса американского доллара и, в частности, для индекса доллара, который уже торгуется на двухмесячных максимумах и держит позиции в районе 104.20. В 17.45 по GMT состоится выступление главы Банка Канады Тифа Маклима. Может быть, сегодня он сможет вернуть покупателей в ряды канадского доллара, но я не уверен. Мы несколько отстранились от канадской валюты в последнее время, потому что увидели больше оснований именно для роста американского конкурента, американского доллара. Еще и рынок нефти, который на прошлой неделе просел больше, чем на 7%, явно не способствует укреплению канадского доллара. В общем, я предлагаю дождаться сегодня выступления Маклима, завтра подвести его в итоге. Если мы поймем, что есть какие-то признаки все-таки для того, чтобы мы проявили больше интереса к канадскому доллару, мы это сделаем, хотя это маловероятно. Индекс доллара 104.20, как уже отметил, факторов для поддержки доллара куча. Во-первых, это сильный рынок труда, в частности, рост количества новых рабочих мест до 353 тысяч, прогноз был 180 тысяч, уровень безработицы остался на прежней отметке 37%. И мы также обратили внимание на еще один важный компонент данного блока американской статистики, это рост зарплат с 4,4% до 4,5%. Увидели в этом признаки разгона инфляции, в принципе, понятно, что рост индекса потребительских цен будет определенным образом сказываться на риторике Федрезерва. Но как приятно получать эти доказательства того, что мы правы, потому что их легко набрасывать как идею на то, что происходит с долларом, понимать, видеть вот эту долгосрочную тенденцию. Интерес к доллару должен остаться значительным, потому что чем больше признаков усиления инфляции, чем больше условий для роста индекса потребительских цен, тем больше у нас оснований пока не торопиться с тем, чтобы отказываться от длинных позиций по индексу доллара и верить в то, что американская валюта сможет достичь следующего сопротивления 105 пунктов роста. По данным инструмента Fide Watch Tool, вероятность снижения ставки в марте 16,5%, я думаю, что она планомерно будет дальше снижаться. Десятилетки, которые реагируют на изменение перспективы корректировки ключевой процентной ставки, сейчас уже на отметке 4,13 торгуются по доходности, и это, безусловно, тоже является фактором поддержки для американского доллара. Касательно выступления Паула и его интервью к каналу CBS, да, там было тоже все предельно понятно. Это интервью, которое состоялось на этих выходных, и задавались вопросы касательно силы американского рынка труда. И Паула подтвердил, что на фоне этой статистики снижение ставки в марте как раз маловероятно. Но он также отметил, что, учитывая текущий прогресс на рынке труда, скорее всего, в этом году будет не более трех снижения ключевой процентной ставки против ожидавшихся ранее пяти, которые были анонсированы, по-моему, два заседания назад. Но вот как быстро меняются настроения. И вишенка на торте, это вчерашний отчет по ISM, активности в сфере услуг США. Очередной сильный релиз, рост с 55 до 53,4. Поэтому неудивительно, что доллар так активно рос в рамках всей торговой сессии и смог закрепиться выше уровня 104 пункта ровно. Золото 2026 долларов за треску унцию. Пока что сантимент снова 50 на 50. Такие неоднозначные настроения. Но думаю, что сила доллара, сам факт роста доходности американских облигаций, будут пока что оказывать давление на рынок оценных металлов, и в частности золото, я ожидаю в районе 2000 и потенциально ниже. Американский фондовый рынок 4965 пунктов. Здесь, конечно же, нужно отдать должное инвесторам и американским, и зарубежным, потому что их вера в то, что все-таки мы увидим локальные максимумы, сейчас очевидно, значительно и прям вера, которую невозможно сломить. Это еще и подтверждается тем фактом, что они, по сути, отмахиваются от всякого негатива. То есть те риски, которые ранее обсуждались, кстати, у нас с начала проблем американского банковского сектора, эти риски сейчас не дисконтируются в стоимости американских индексов. Ну, может быть, есть опыт реакции на похожие проблемы инвесторов с весны 2023 года, когда посыпались американские банки, но тогда ФРС вышел с заявлением о том, что если проблемы будут вот так вот копиться, как снежный ком, то ФРС будет помогать ликвидностью. То есть все можно вылечить деньгами. И это успокаивает инвесторов, поэтому сейчас они не фокусируются на этих проблемах и уж тем более игнорируют все риски, связанные с какими-то зарубежными странами, в том числе и риски, связанные с Ближним Востоком. Сезон квартальных отчетов практически подходит к концу. Я думаю, что можно будет через какое-то время подвести итоги, но в целом отчеты оказались довольно-таки неплохими. И инвесторы также игнорируют рост доходности трежиес. Вот это прям совсем круто. Я думаю, что только по этой причине можно предположить, что какие-то цели повыше еще есть у инвесторов, и 5 тысяч по СНП – это вполне реальный ориентир. Доллар иена – 148.50. Ждем, соответственно, роста до отметки 150. Индекс активности в сфере услуг США оказался довольно хорошим, в частности, сильный отчет, как я уже отметил. А вот на контрасте с американской статистикой, японские данные по активности в сфере услуг напротив разочаровывают. Мы все чаще говорим о термине контраста буквально всего, что касается двух экономик США и Японии. Но самый главный контраст – это монетарных политик после последних вводных, связанных с публикацией американских данных по рынку труда и значительного снижения инфляции в Японии. Поэтому путь вверх открыт. Евро против доллара – 1.07.50. На евро давит укрепление доллара и слабый фундаментальный фон. Индекс активности в сфере услуг еврозоны снизился с 48,8 пунктов до 48,4. Композитный индекс тоже остался ниже 50. То есть, по сути, все сектора европейской экономики сейчас держатся в зоне стагнации. Это плохо. Это повышает риски серьезным экономическим спадом. То есть, об этом мы уже много раз говорили. Экспорт товаров в Германии снизился на 4,6%. Импорт тоже серьезно просел. И немецкая экономика, которая, в принципе, уже в рецессии, мы это знаем. Возможно, не выберется из нее еще несколько кварталов. Поэтому причин для какого-то роста евро, собственно, и нет. А ранее мы разбирали очевидное снижение инфляции, что может позволить Европейскому центральному банку раньше времени начать смягчать национальную монетарную политику. Фунт 1,25.50. Длинные позиции уже не актуальны, потому что еще один релиз не разочаровал. Активность в сфере услуг хорошие показатели. Рост 53,4% до 54,3%. Но на этом фоне фунт не смог упрощить свои позиции. Поэтому главный ведущий фактор движения пары фунт-доллар это то, что происходит с американской валютой. А поскольку доллар будет расти, то фунту пока нечего ему противопоставить. И рынок нефти 78 долларов за баррель. Ждем снижения ниже 75. Факторы прежние. Это снижение спроса со стороны Китая, рост запасов нефти в США и рыночный сантимент. 80% трейдеров остается в длинных позициях. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok